Утро вам, малый, тебе тоже привет, сегодня бежим и летим дальше. Деревня здесь маленькая, живут здесь только дети, не работают, не собирают. Как выживают я вообще не пойму, голема тоже не видно. Сундуки отсутствуют, поле одно и то кривое, зато есть стойка с броней. Откуда мы свистнем себе нагрудник, чтобы не крафтить его? Но, торговать здесь пока ни с кем да и нечем, ископаемых у меня практически нет. Поэтому будем копать вниз, может найдем что-нибудь драгоценное. Но как то я запамятовал что уже давно сделано так, что в горах может встречаться фейковый камень, который спавнит чешуницу. И теперь эти калючки пытаются разобрать меня на пикселя, не на того напали. Кирка, правда, кончилась, как и интерес копаться. Поэтому валим на поверхность, а затем строго в небо. Днем лететь выгоднее в плане осмотра биомов, не светящихся дамжей и интересных животных. Вот пчела летит. А кстати, мед бы нам пригодился, а точнее медовые блоки для апгрейда нашего транспортного средства. Я не лазал на Майнкрафт Вики уже давно, понятия не имею как работать с пчелами и как получить те самые медовые блоки. Что дропнется если мы сломаем улей топором? Ничего, займемся этим вопросом позже. Эй, пчела, я твой дом дерево шатал. Что? Вообще все равно. Ишь какая жесткая. Ладно, я использовал печки и по их прямому назначению получил железо и золото. Будут у меня золотые часы, без них не очень удобно когда шаришься где-нибудь под землей. Никогда не знаешь что тебя ждет на поверхности. Майнкрафт фризит с шейдерами, это все проц, хватит изводить и себя и вас. Заодно поднимем дальность прорисовки. Надеюсь так будет поприятнее к просмотру, и мне проще. Без записи я с шейдерами получаю от 30 до 50 фпс и чувствую себя комфортно, но с записью камень не справляется. Да что там, в некоторые моменты Майнкрафт может поставить на колени 18 ядерный процессор. Игре 11 лет если что. Вообще самолет, не очень быстрые средства передвижения. Зато на 95% безопасны. Есть только две опасности. Фантомы, которых можно исключить сном раз в 3 дня, и падение с высоты, решаются вечно текущим фонтаном. Заодно отталкивает монстров внизу и полностью спасает от эндерменов. Кстати, насчет скорости. Вы будете тратить много времени на перелезание гон, виляние в лесах, либо плыть по рекам, и движение в нужную сторону собьется в любом случае. Здесь же мы летим не очень быстро, зато строго куда нужно и без флексов. Проедем ли мы этот хребет? Ха, он все таки ниже на пару метров. И стрела скелета нас не зацепила. Почему я решил оставлять ту печку, которая останавливает наш транспорт, а не забирать сразу после остановки? Потому что случайно упавший снег перед наблюдателем может запустить наш транспорт в известном направлении. Догонять его, проблема большая, и остановить его не сломал. Тоже, перестраивать на такой высоте, то еще удовольствие. Я вижу дерево, это корабль, однозначно, нам нужно туда попасть. Паркуемся у лавового озера, светает, весь день наш. И не теряя времени бежим к кораблю. О, я вижу костры деревни, туда мы обязательно доберемся. Как и предполагалось, это капитально заросший корабль. Вот один сундук, а второй где? А вот, вот это каньон. Ладно, обойдусь. Деревня интереснее. Сразу забиваем себе спальное место. Здесь живут уже не дети, а мужики-оружейники в основном. Да и деревня куда больше. А алмазными предметами они еще не торгуют. Но и добиваться этого долго, зато охотно принимают уголь. Нам явно нужно в пещеру. Показываю новый способ, как валить железного голема без вреда для здоровья и репутации. Каких-то 100 уколов, и мы его победили. Ладно, валим под землю. А сейчас вы наблюдаете получение пластинки. Ну давай стреляй точнее. Вот койот. Места все равно в карманах нет. Алмазов на дне тоже не нашел. Зато набрал камня. В скобочках печек. Еще и кремня. Кирк уже выдыхается. Но я нашел новых даже две. Полный багажник вынуждает бросать нас недоиспользованные вещи. Хотя в том, чтобы не складывать и не сортировать ненужные вещи. Одни плюсы. Ценности нужно использовать. Строительные блоки мне ни к чему. Дом строить в обозримом будущем я не буду. А больше полезных вещей и нет. Перед нами огромный мир. Наполненный вещами. Что нужно. В любой момент можно взять. Я куплю меч на заговор огня и прочность. И хватит. Пока мы возвращаемся к машине практически без новых предметов. Я придумал отлить портал в нижний мир. Я ознакомился с мочастью по нижнему миру. Теперь там полно разваленной соответственно сундуков. Где мы можем найти алмазные. И соответственно не азеритовые предметы. На пару слитков у нас есть золото. Сделаем дешевые чтобы работало. Поджигаем. Вот так. Всем спасибо за просмотр. В следующий раз сгоняем в нижний мир. Опять же быстренько. Потому что главное. Путешествие по поверхности. Привет.